друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать очень интересные моменты напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал случку на него обязательно закреплю в комментариях да а прежде чем перейдем с вами благодарю своих зрителей за ваши лайки за ваши комментарии за ваши подписки как на ю тубе так и в телеграм канале ну что ж а мы с вами сегодня пройдемся по двум подружкам да те самые подружки и змеи да лягушки это собственно персона уралки и персона ее подружайки кишлачной и рихи друзья мои поговорим непременно об этих двух да дамами я их не назову да ну в общем об этих двух подружках мы с вами непременно поговорим вы знаете это что-то с чем-то я начну мы с рихи обычно обычно мы начинаем с самого главного да так скажем а ну все-таки с уралочки мы начали вы знаете я хочу уралочкой закончить да а начнем мы с и рихи друзья мои предлагаю вам посмеяться знаете когда я увидела очередной кулинарный шедевр и рихи ребят это очередной очередное просто блюдо выше слов нет я не знаю я даже не знаю как это все именовать как это все дело назвать и обозвать шестилистник и рихи сосисками ребята ну и сосиски в тесте вы знаете все это дело мне напомнила присказку суп из семи залу я бы так и называла свой обзор собственно сдали нервы и суп из семи залу и рих ты знаешь выглядело это все ужасно хотя чё там этой рихи рассказывать не в зуб ногой как говорится вообще я бы на ее месте ребят постеснялась бы вообще рассказывать о том что она она училась на повара на минуточку только вдумайтесь те девушки те девчонки которые готовят с любовью каждый божий день или через день готовят не не имея как говорится звание повара готовят намного лучше и подают прекрасно и красиво визуально смотрятся блюда вы знаете я вот смотрю на и риху ладно хрен с ней с уралкой мы собственно привыкли да мы привыкли уралки свой канал уралка свой канал все таки как ни крути за счет и рихи то не вытаскивала дело даже не в этом вы знаете у эрихи получается еще хуже чем уралки то есть на минуточку любая бы нормальная адекватная девушка и женщина которая бы увидела что у нее выходит да вот 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 то что у нее получается как говорится в окончании да она бы не позорилась она бы такие блюда никогда бы не выставляла на всеобщее обозрение а это выставляет видимо считает что это что то такое вы знаете прям вот надо срочно аплодировать и обижается если раньше она знаете такая была вся мягкая такая что вы что вы слова поперек не скажет я не такая я жду трамвай то сейчас друзья мои последние несколько роликов просто нервы сдали и она всех кроет там всяко разно в этих комментариях и рих это какой-то кошмар на самом деле у вас камера такое фуфлу снимать вы не можете трясете снимаешь черти что одну эту какую-то тарелку а тарелку одну миску чтобы не дай бог больше ничего никто не увидел вот этого ужаса и кошмара и а в итоге друзья мои да окончательный результат получается полное фуфлу эти вот вот эти вот ее изыски кулинарные шедевры нормальный человек даже бы показывать не стал знаете это было бы нормально для девчонки которая учится готовить да которая ну совсем недавно начала готовить и так далее но явно не для 40-летней женщины которая гордо себя именует поваром я повар представляю себе такого косорукового порода не дай бог кто-нибудь куда-нибудь бы взял на работу точно бы прогорели сказали бы простите что это какие как и какой какой шестилистник да что это что это нет это похоже явно на что-то другое ребят я вы знаете а я даже не смотрела ее ролик я прошлась по комментариям да мне смотреть ее вот это здравствуйте вот это тоже знаете тянет одно мир за одно место мне не интересно мне она вообще не интересна от слова совсем но я посмотрела девчонки скидывали в телегу и вот эти вот шедевры и я конечно посмотрела в том числе на ее вчерашние котлеты которые она сегодня выложила как раз таки на ютубе она говорит котлеты очень сильно пропеклись эрих я не знаю куда ты смотришь я понимаю что у тебя со зрением проблемы но ты знаешь нормальная камера нормальная камера не выдает что у тебя котлеты пропеклись твои котлеты я думала они вообще еще только только их положили для того чтобы их приготовить я думала там вообще а сырое мясо оказывается у нее они пропеклись ребят я я в шоке была когда все это дело увидела но и соответственно пришли к ней на канал конечно же зрители и написали ей что собственно из себя представляет ее вот эти вот кулинарные шедевры на что эриха очень сильно обиделась и начала возмущаться орать негодовать и так далее я не знаю может она мазохистка конечно понятия не имею не проще ли было все это дело удалить да ну опять же зачем вот этот срачу оставлять но сказать что она готовит хорошо и что конч окончательный результат у нее получается нормально это значит признаться что ты сама такая же косорукая как она у нее ни одно блюдо никогда визуально не получалось нормально никогда ничего у нее визуально не получалось нормально пишет одна зрительница эрихи напекла хозяйка пышки не едят ни кошки не мышки лайков достаточно много и смеющиеся смайлики да и эриха пишет но тебе же виднее остроумие так и прет а чё собственно почему бы нет так оно и есть иди к ягодным там твое место кричит эриха видимо вспоминая меня с ольгой да далее пишет как страшно иди к своим недоумкам то есть это про нас недоумки про нас с вами эрих ты знаешь ну что хочется мне сказать недоумки это по вашей части по вашей вот этой вот четверки да ты знаешь про тех кто не может отличить а зебру от леопарда да бывает и такое оказывается представляете про тех кто не может связать два слова вот это зелень мелень шашлык башлык да больше на больше мозгов не хватает про тех кто привык смысл жизни у которых одна сплошная жрачка и больше ничего ах еще халявные трусы от василька да я забыла за халяву готовы делать грязные делишки а также маты в присутствии детей а также когда ты усиралась и сидела рассказывала что у тебя детский контент детский а это все ради архивных видео ну да весь youtube и остальные социальные сети смотрят вас ваши архивные видео даже не понимает чумили архивное видео это то что оставляет человек исключительно для себя для своих родных и близких ну так на минуточку да не на всеобщее обозрение далее друзья мои пишут и рихи пишет значит женщина ее зовут карина я вот сегодня только узнала канал называется так кулинария и вдохновение она пишет у меня тоже пишет по поводу как раз таки уралки до комментарии и значит кулинария вдохновение называется ее канал и пишет она и рихи не сосиски в тесте а страх божий что это за кошмар я согласна на что и риха друзья мои мега блогер представляете такой блогер коего поискать такой их поискать пишет пришла свой канал продвинуть иди к себе и рих ты правда считаешь что твои полтора-два землякопа две тысячи подписчиков тех которых ты заработала исключительно благодаря уралки благодаря тому что уралка и на стримах рекламировала твой канал благодаря тому что она и снималась в твоих роликах и твои ролики интересны только тогда и смотри бельны да их смотрят только тогда когда у тебя в роликах появляется уралка без нее без ее участия в твоих роликах у тебя ролики набирают тысячу просмотров тысячу да имея такую рекламу от твоей подружайки ты знаешь какой смысл от зрителя вот этой вот да блогеру вот этому кулинарии вдохновение приходить на твой канал где полтора землекопа и пытаться на твоем тухлом канале на котором вообще нет абсолютно ничего продвигать свой канал не просто интересно а знаешь вот я бы на твоем месте зашла бы к этой женщине карине я вот к ней зашла посмотрела у нее она редко редко снимает да у нее такие трубочки слоеного теста с кремом ровненькие красивенькие аккуратненькие подача финальная просто вот как должно быть понимаешь вот как нормальная женщина понимаешь приготовить вкусно но надо ведь еще и подать красиво если ты все это дело выставляешь на всеобщее обозрение и любому нормальному человеку это понятно ну а недалеким недоумком вроде вас этого конечно не понять как ты там всех оскорбляешь да так что кстати там у нее на канале есть еще и здоровое питание на минуточку тебе бы кстати не помешало как и всем остальным да ну так опять же в общем друзья мои эрихова сомнила себя мега блогером да да таким знаете крупные блогеры да вперед айда пошел и решила что к ней все ходят исключительно друзья мои исключительно пиарится эриха да если бы собственно не разговоры про уралку если бы не уралка в твоих роликах ну он бы уже покрылся пылью хотя твой канал действительно уже давным давно покрылся пылью далее далее друзья мои пишут у вас все на урале так говорят переложу переложу да в общем пишет комментарии зрительница у вас ведь детки растут говорите правильно вроде как написала нормальный комментарий эриха пишет скрипя сердце всего вам доброго далее далее значит очередной комментарий для рейхи ирина добрый день ну скажи пожалуйста кто так снимает видим одну тарелку или котлету ты так никогда не раскрутишься как блогер почему так зажато все боишься за девчонок своих так ты ольги не боишься показывать своих куколок бери пример с ольги какие у нее прекрасные ролики пишет а значит женщина видимо до любительницы уралки зато и живет как королева ну я не знала что королевы живут в хрущевке в однокомнатные друзья мои выглядят да вот так как выглядит уралка но опять же знаете каждому как говорится свое да на что эриха на абсолютно нормальный комментарий где написали что надо снимать по другому чтобы было интересно смотреть да и в пример привели вроде как бы твою подругу которая тебя тебе помогала дала тебе путевку в жизнь да вам помогли вообще раскрутиться более-менее да хотя они не раскрутились но опять же это уже не уралкина проблема и казалось бы она должна была порадоваться в этом комментарии за урал на что эриха отвечает здравствуйте а кто вам сказал что мы хотим быть успешными блогерами так снимаю я и буду делать так как хочу ребят мне это стало смешно вы знаете во первых это напомнило уралку делаю как хочу и буду делать как хочу ну делай хочешь сидеть в этом болоте 2000 подписчиков сиди как говорится да раз больше на что ни на что не способна кто вам сказал что мы хотим быть успешными блогерами а зачем тогда вообще было открывать канал для чего опять же создавайте свои закрытые архивные видео если они вам так нужны и потом друзья мои помните вот это ужасное включение с матами где она со своим мужиком сидела да и она еще тогда говорила мы под пусть она про ольгу пусть она вот эти вот знаете делает так делает сяк а мы не привыкли никого слушать ребята просто валяюсь это что-то чем-то да нет бы порадоваться хотя бы за свою подружку ириха друзья мои радоваться не стала но ниже был комментарий погосян как ты интересно живешь если уралка у тебя королева ириха этот комментарий пропустила так на минуточку комментарий про свою подружку да такие подружки змеи и лягушки кто-то пишет наделали всякую хрень ириха отвечает хрень это ты по жизни в общем ребята весело весело ну и как говорится напоследок напоследок вообще сильно это из серии как раз таки тех самых недалеких которые вообще не понимают что такое вообще обзоры и рассуждения и что обзоры рассуждения общение обсуждение это присуще абсолютно каждому человеку пишет одна такая же далекая как ириха не обращайте внимание на хейтеров успешные люди не обсуждают чужую жизнь ну во первых мне здесь хочется спросить а кто же здесь успешно не обсуждают греха постоянно всех обсуждает уралка постоянно всех обсуждает я больше скажу я всегда говорю все и всегда всех и все обсуждают книги фильмы сериалы уралка для нас как сериал правильно все что выставляется на всеобщее позрение для того чтобы это смотрели и обсуждали ириха пишет полностью с вами согласно люди со здоровой психикой никогда не станут обзорщиками боже эрих какая тупая вот реально просто глупая тупая баба ты прикинь обзорщики есть не только на ваши говноканалы фриков на такие тухлые канальчики как твой обзоры бывает и на футбольный матч и на какие-нибудь спортивные до моменты и на какие-то там знаешь передачи фильмы книги да на какие-то театральные постановки и так далее и тому подобное масса всего ты прикинь люди со здоровой психикой как раз таки да они вообще им присуще обсуждать то что они посмотрели то что они увидели то что они прочитали да люди со здоровой психикой люди которые адекватные которые к чему-то стремятся и развиваются они всегда пытаются узнать что-то новое посмотреть обсудить и поделиться мнением и только такие недалекие как вы где знаете смысл жизни одна сплошная жрачка и срачка и все и больше не гу-гу и больше ничего а вообще вы знаете ребят мне нравится как ириха с уралки берет пример и тоже ставит всем диагнозы типа знаете такая доктор тетя доктор так вот что хочется мне сказать вот этой вот тети только одной из тебя повариха никакая понимаешь вообще абсолютно никакая поэтому знаешь ставить диагнозы это точно не для тебя это точно не для тебя глядя на тебя можно поставить массу диагнозов да которые мы уже собственно озвучивали и глядя на твоего муженька который материться в присутствии ваших девчонок несовершеннолетних дошкольного возраста и ты как мамаша все это дело поощряешь вот так опять же на минуточку далее друзья мои комментарии для уралочки оля на все руки мастер и шьет и готовит да и просто человек светлый позитив излучает женщина и какая разница коверкает не коверкает слова смысл понятен это главное как говорил кузьма прудков смотри в корень зри в корень да а суть суть важна а стержень у оли есть знаете я всегда считала что ну понятное дело если отбросить да уж если как говорится озреть совсем в корень да если убрать всю эту жрачку срачку все вот эти вот непонятные да вот эти вот значит ее собственно моменты и так далее то знаете зрить в корень это видеть отношение человека к своей жизни к родным и близким людям к окружающим людям и так далее так вот ее отношение к ее мужу с которым прожито было 19 лет к ее матери мы видели прекрасно на этом собственно все а еще пожелание сдохнуть людям которые тебе никогда ничего не сделали плохого вот это как раз таки суть этого человека для которого вообще ничего святого кроме еды не существует апреля далее друзья мои сафару бы лучше а к сафару бы лучше оля прислушалась а вкус у него в одежде намного лучше знаете по мне что она попугай попугаем что он точно такой же одна пишет капюшон нужен так как погода изменчива а шапка не всегда с собой ребят я ржала увидев этот комментарий потому что уралка нигде не ходит зачем ей капюшон она выходит из машины делает два шага заходит в какой-нибудь чижик пыжик рыжик и в какой-нибудь светофор зачем ей там капюшон мне просто интересно на кой хрен ей в пыжики в рыжики капюшон скажите не пожалуйста да в общем друзья мои вот такой у меня получился обзор на двух подружаек просто знаете одна подражает второй пыталась пыталась вытянуть свой канал за уши и как не тянули этот канал за уши уралка с сарафаном ничегошеньки не получилось оказывается представляете помимо того что на ком-то выезжать нужна еще харизма талант нужно чтобы блогера было интересно слушать смотреть и блогер притягивать представляете вот знаете обзорщиком я всегда говорю обзорщиком намного сложнее во-первых обзорщик до обзорные каналы это те каналы которые узкой направленности узкой специализации да во вторых блогер сидящий за картинкой на минуточку да то есть ты себя не показываешь ты сидишь за картинкой ты должен уметь настолько интересно преподнести материал чтобы тебя хотелось слушать чтобы к тебе хотелось приходить вновь и вновь и слушать тебя и было интересно а здесь вроде себя показала и девок без то без конца показывает смотрите смотрите умиляетесь убиляетесь и что-то там готовит непонятное да и что-то там делает и уралка ее за уши тянет и она значит в уралкиных роликах снимается и девчонок своих снимает и и уралка у них снимается и все это выкладывают его уралка а толку ноль а толку никакого а вот была бы у нее харизма была бы она интересная а его уралкина реклама помогла и тут была конкретная реклама причем много раз и даже совместные стримы но даже это не помогло эрик прикинь оказывается как бывает да едешь едешь на уралке и все никак бедная выехать не можешь а виноваты в этом конечно же обзорщики естественно обзорщики да друзья мои вот такой меня получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же до новых встреч